Сегодня на SMFILMS визуальные эффекты фильма сделка Итак, всем привет, меня зовут Артур Вишневский И в позапрошлом эпизоде мы показали вам быстрый и эффективный способ цветокоррекции для ваших фильмов на примере нашего короткометражного фильма «Сделка». И после того, как мы начали вам уже что-то про него рассказывать, многим из вас стало еще интересней, что же вошло в создание этого фильма. Какие эффекты, монтаж, звук и прочее, прочее, и прочее. То есть, мы решили начать, думаю, с самого интересного для вас, а именно с визуальных эффектов. Итак, поехали. Ах да, сегодня будет тонна серьезнейших спойлеров, которые поставят огромный такой жирный крест на просмотре этого фильма. Поэтому, если вы еще не смотрели этот фильм, предлагаю посмотреть сначала фильм, потом обучение, не наоборот. Поэтому, ссылка. Фильм. Итак, начнем, пожалуй, с самого простого эффекта, а именно с вот этого искажения картинки, которая фактически обратна эффекту Фишай. Я использовал этот эффект в некоторых моментах фильма, например, чтобы визуально показать, что действие происходило в прошлом, во сне, или от первого лица. Я также использовал этот эффект, как переход из сна в реальность. Добиться этого эффекта очень просто, всего лишь в программе After Effects, зайдите во вкладку Effect, Distort и Optics Compensation. Убедитесь, что у вас стоит галка вот здесь, и вам только остается увеличить значение, как вам нужно. Да, все настолько просто. Конечно, суперэффектом это не назовешь, но сегодняшнее видео про все эффекты фильма, поэтому я хочу быть уверен, что не упущу ни единого. Поехали дальше. Следующий эффект куда более серьезный, и это одна из основных проблем, возникших во время создания фильма. Проблема в том, что во время съемок у нас не было профессионального гримера и времени, чтобы установить хорошее освещение. А это означает, что мы не могли реалистично загримировать актрису, и в итоге мы оказались с очень мрачной картинкой и не впечатляющими результатами прямо из камеры. Вы можете подумать, что можно обойтись одной лишь цветокоррекцией, но на мой взгляд этого будет совсем недостаточно. Мы до сих пор остаемся с темным изображением, полностью затемненным лицом, и результат – абсолютно не страшная сцена, даже может комичная в какой-то степени. Итак, как мы исправим это, спросите вы? Вот как. Для начала мы создадим новый добавочный слой и, используя вот этот инструмент, обведем лицо актрисы. Затем добавим эффект Curves и настроим RGB-линию так, чтобы высветить лицо до уровня, который нам нужен. Не забудьте смягчить границы маски слоя, и теперь мы экспортируем кли в программу Mocha. Не моча ни в коем случае. В этой программе мы обведем лицо и сделаем трекинг всего кадра. Далее скопируем данные трекинга вот в этом формате и вернемся в программу After Effects. Здесь мы создаем новый пустой объект и вставляем информацию трекинга сюда. Теперь нам остается привязать слой лица к слою трекинга, сделать небольшие поправки со слоем лица, и мы готовы. Также я советую сделать то же самое с глазами. Это добавит немного глубины в глазах, что сделает лицо более жутким. Теперь можно добавить небольшую цветокоррекцию. И мы получили это. Мрачно и жутко. Здорово. Двигаемся дальше. Мы также использовали ту же самую технику в этом кадре, вот в этом кадре, и также здесь, с рукой. Единственным отличием была сложность кадра, то есть один потребовал больше времени на создание, чем другой, больше работы с масками и кропотливой обводки нужных элементов, но принцип везде один и тот же. Просто запаситесь терпением, и вы обязательно добьетесь нужного результата. Следующий пучок визуальной магии спрятан в финальной связке с дракой. И я не буду ничего говорить про это сегодня, просто потому, что мы сделаем отдельный эпизод о том, как снимать драку, собственно, там. Мы расскажем вам о всех визуальных трюках из драки. Поэтому давайте перестанем терять время и перейдем к самому интересному. Погнали! Итак, давайте посмотрим на кадр, который будем создавать. Бутылка двигается, падает, разбивается. Окей. Ну и как же мы это сделали? Очень просто. Чтобы сделать этот эффект, вам понадобится, само собой, бутылка, которую бить, нитка, скотч, и человек с подушкой, который будет тащить и ловить, так скажем. Теперь вам нужно приклеить нитку к бутылке скотчем, поставить ее куда вам нужно, расположить камеру на штативе и спрятать человека с подушкой под стол. И сказать, чтобы тянул, ловил и не разбил. Это важно. Сейчас вам остается только снять это, и мы идем в программу After Effects. Перетащите материал на линию времени и убедитесь, чтобы под видео был чистый кадр, без бутылки. Теперь возьмите инструмент для создания масок, обведите нитку и анимируйте маску, чтобы она закрывала все ненужное на протяжении всего кадра. Вот и все, мы получили бутылку, разрешиваяся под действием эффектов, которые визуальные. Чтобы завершить эффект, советую отдельно разбить бутылку, аккуратно взять осколки в руку с водой и просто бросить перед камерой. После добавления звуковых эффектов мы получим это. Главное, будьте осторожны с осколками от бутылки. Необходимо все время помнить, что это всего лишь эффект, и на первом месте всегда должна быть безопасность, а не фильм. И следите, чтобы осколки сильно не развеселись по полу, а то... Следующий эффект. Я не буду сейчас вдаваться в детали на этом эффекте, даже, можно сказать, расскажу вам только поверхностно, как это делать. Поэтому, если вам будет этого недостаточно, то дайте знать в комментариях внизу, и мы расскажем вам, как все делать в мельчайших подробностях, но уже в другом видео. Итак, для начала вы, конечно же, должны снять актера на зеленом фоне и благополучно его устранить. Зеленый фон, не актера. Ну, вы поняли. А также снять второго актера, реагирующего на движение первого. Оба кадра должны быть сняты строго со штативом, то есть никакого движения камеры не должно присутствовать. Также во время того, как будете снимать, проследите, чтобы сбоку стоял какой-то плоский предмет, из-за которого наш призрак будет выходить. Как у нас стена справа. Это добавит реалистичности, ощущение, что призрак действительно там. Совместите два клипа так, чтобы действия максимально совпадали, и мы двигаемся дальше. Учитывая то, что нам нужен эффект призрака, мы понижаем прозрачность нужного слоя. Затем вводим стену справа, из-за которой будет выходить призрак, и кроме всего этого, я добавил дополнительное движение кадру. Для этого зажмите Alt и крикните по секундомеру у позиции, и введите Wiggle, скобка, точка 75, запятая 20, закройте скобку. После всех этих манипуляций у нас получился вот такой кадр. Но не стоит расслабляться, у нас ещё кое-что осталось, а именно вот этот кадр. И основная фишка здесь в руке призрака, которая за лицом актёра. Это так же, как со стеной в прошлом кадре, добавит подчерк реалистичности. Чтобы сделать это, во-первых, нужно правильно всё снять. И самым лучшим вариантом будет поставить актёра на светлом фоне, когда сам он освещён хуже, чем задний план. Либо наоборот, осветить актёра и сделать задний план тёмным. То есть целью здесь является выявление контура лица. Теперь я буду использовать инструмент Rotobrush. Он находится здесь, в верхней панели. И применить его необходимо к дубликату основного клипа. Сделайте двойное нажатие по нужному клипу и выберите Rotobrush. Вам остаётся только обвести контур лица и просмотреть каждый кадр, чтобы ничего никуда не съехало. Именно поэтому вам и надо было всё правильно снять, чтобы сейчас было меньше проблем. Итак, давайте взглянем на конечный результат. При создании эффектов, как этот, необходимо помнить о таком принципе, как взаимодействие добавленного объекта с какими-либо предметами в кадре. Без этого визуальный эффект выглядит слишком простым и неправдоподобным. Таким образом, мне больше ничего не остаётся добавить, кроме как... Нафиг! Итак, на этом всё на сегодня. Я надеюсь, что многое сегодняшнего эпизода оказалось полезным для вас. И не забывайте помнить о том, что когда дело доходит до визуальных эффектов, необходимо искать простое решение даже к самым серьёзным проблемам. И никогда не надо думать, что выхода нет. Он всегда есть. Просто иногда нужно с умом подходить к делу и быть креативнее. Также не забывайте подписываться на наш инстаграм. Он новый. Мы наконец-таки его создали на мою страницу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех новостей и выстрелить в меня вопросом, когда это необходимо. Итак, увидимся очень и очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok